Бангладеш По словам заявителей, 18 гражданам Бангладеш приехать помог земляк по имени Хасан. Первая группа приехала 6 месяцев назад. Следующая – 3 месяца назад. Говорили, что мы будем работать по 10 часов. Мы приехали работать в швейном цеху, а нас заставляли делать и другую работу. Обещанное питание и зарплату по 600 долларов нам не обеспечили. Нет медстраховки, паспорта отобрали. Когда попросил вернуть паспорт, он потребовал денег. Позже я решил вернуться в Бангладеш. И он избил меня. К тому же мы все сдали паспорта Ибрагиму, чтобы он оформил визы и оплатил налоги. Мама заболела, мне нужны были деньги. Когда попросил денег, он избил меня, пинал. Мы попросили у Ибрагима паспорта, а он сказал, заплатите мне 2500 долларов и езжайте. Ибрагим – гражданин Кыргызстана, по паспорту он Чингхаз Козуев. 4 марта милиция обыскала предприятие Чингхаза Козуева, провела допросы. Часть иностранцев нашла заступника в лице Асель Алмирековой, устроившись на работу в ее швейный цех. У меня швейный цех, я сотрудничала с Рахманом. Это он мне сообщил о том, что его сограждане находятся в рабстве уже 6 месяцев. Попросил помощи, хотел, чтобы я их взяла на работу. Я решила, что ни у кого нет права так обходиться с людьми. Впервые слышу, что в Кыргызстане кто-то попал в рабство. Поэтому я пошла в МВД и написала заявление, чтобы они проверили, вдруг это правда. В Центральной Азии и Европе 8-часовой график работы. У них они работали по 15-16 часов. Я попросил помощи, чтобы такого не было. Они получали 15-20 тысяч сомов вместо обещанных 600 долларов. По субботам и воскресеньям их заставляли ухаживать за скотом и избивали. В мой цех перешла половина из них. Их запугали. Они огораживают Ибрагима. Говорят, что он хороший. Но у меня есть видео, где эти же парни плачут и жалуются мне. Хасан привез их и продал в рабство. Оказывается, он продает людей по 200, 300, 400 долларов. Чтобы узнать это из первых уст, мы обратились к работникам швейного цеха Ибрагима, или иначе Чинглза Козуева. Хасан обещал всем по 600 долларов. Но я не знаю, какие здесь зарплаты. Хасан обманул нас насчет зарплат. Он не заключал контракт с нашим руководителем. Продукты нам покупают. Я сейчас получаю 30 тысяч сомов в месяц. Отправляю домой. У меня двое дочерей и сын. У нас неплохой хозяин. У нас нет недовольства. Похоже, произошло недопонимание. В Бангладеш я не умел шить. Научился здесь. Пока я не планирую возвращаться в Бангладеш. Со временем я стал шить лучше. Может, зарплата вырастет до 50 тысяч. Хозяин цеха отрицает все обвинения в свой адрес. Это все чистая ложь. Нам не хватало рабочей силы. Не успевали выполнить заказы. Я сам ездил на Даават в Пакистан и Бангладеш. Однажды мне позвонил знакомый и сказал, что он гражданин Бангладеш и хочет здесь открыть бизнес. Некий Хасан осмотрел наш цех. Спросил, сколько человек мне нужно. Я сказал, что 40. Он согласился. Сказал мне платить им от 200 до 800 долларов. А расходы вычесть зарплаты. Приехали они в сентябре. Шили новую модель. В течение месяца 8 человек сшили 128 штук. Зарплата 181 доллар. По тогдашнему курсу меньше 15 тысяч. Чингис Хозуев утверждает, что размер оплаты зависит от выполненной работы. Шил плохо, получил мало. К тому же, по его словам, расходы на трансфер иностранцев составили более 8 тысяч долларов, которые нужно возместить с зарплат. Они браковали товары, не умели шить. Хасан попросил потерпеть. Все мы мусульмане. Оказывается, он взял с них по 3-5 тысяч. Собрал 50 тысяч долларов. У них кредиты в банках. Я свои расходы хочу вычесть. Они говорят, босс, потерпи. Я даже не возместил расходы. Хотел с марта начать. Упомянутый Хасан вернулся в Бангладеш, сообщает его замелики. Связаться с ним не удалось. Милиция проверяет заявление о принудительном труде.